Нет, не подумайте, что нам нечего показывать о павильоне автостеклового Альберка. Нет, темы есть и их много. Просто пока идет небольшая реконструкция, мы решили задать себе вопрос. С кем нам было приятно сотрудничать? Кто шел сам на контакт? Кто не кидал и не прокалывал нас? И в конце концов, кто понял, что из средств массовой информации самым убойным и эффективным является той, чей принцип лучше один раз увидеть, чем сто услышать или тысячу прочитать? Таких предприятий немного, и такими должна гордиться магнитка. Ну а мы с гордостью представляем ретроспективу Альберта. Недели две назад мы заехали в сервис автостеклового Альберта и заказали лобовик на, ну так скажем, редкий автомобиль. Сегодня вы увидите, что из этого получилось. Нас часто довольно обоснованно обвиняют в некоторой предвзятости, когда мы показываем автомобили. Ну потому что в автомобиле заказчика, и говорить о его недостатках мы не можем. Ну все-таки вы понимаете, автостоп не независимая передача, как Топ Гир, например. Но хотя о своих автомобилях мы можем говорить. Вот очень проблемный автомобиль. Знаете почему? Потому что в базе он стоит 56 тысяч долларов. А машина, которая стоит 56 тысяч долларов, на нее и запчасти стоит, тоже мама не горюй. Поэтому прежде чем что-то покупать спортивное, дорогое, головой, думайте. А то получится как у Лехи, ну на бабки попал. Список улучшений этого Ниссана. Замена 20-килограммового капота более легким. Предстоит замена крыльев, потому что количество штукатурки здесь тоже, мама не горюй. Сегодня мы приехали менять то самое пресловутое стекло лобовое, лопнутое по дороге в Самару. Машина 93-го года выпуска. Но у Альберта работают специалисты. Как они замучаются и что из этого выйдет, практически в реал тайме. Смотрите автостоп. Ядренок корень. Спустилась благодать небесная в облике трех ангелов установочного бокса автостекло у Альберта на многострадального реактивного японца. Прозрение наступает и в прямом, и в переносном смысле. Факт. Даже для редкого ская стекло нашлось быстро и недорого. Даже японцы подвержены коррозии. Так что не испытывайте иллюзии, а испытайте антикоры грунтовку. И прекратите заклеивать трещины. Замена. Вот кардинальное и доступное решение. Помните первый сюжет с микрой? И рекламный ролик с расстрелом двенашки? Все то же самое. И вид оттуда же, и скорость та же. То, что раньше было ужасной проблемой, на деле таковой не оказалось. И в долговечности, и в прочности сомневаться тоже не приходится. Материалы не хухры-мухры. Все фирменное и качественное. И проверенное лично. А иначе гарантию не соблюсти. Но небольшое предупреждение. Не стоит сразу из бокса в отрыв. Так же, как не стоит, накрасив ногти, рвать готовить салат. Лак и клей должен просохнуть. И на мойку под высокий напор не надо в первые два дня. А затем все удовольствия. Включая одновременное захлопывание всех дверей. А в случае с хэтчбеком и универсалом крышки багажника. Вот так мы развеяли миф о недоступности автомобильных стекол. У Альберта есть все. А что мне остается сказать? Ну молодцы. Ну как, хорошо меня видно? Вот это меня больше всего и радует. Теперь мне не придется ходить вокруг скайлайна и высматривать. Внутри Алексей или куда-то ушел. Кстати, если вам вдруг захочется заказать вечерком автостекло у Альберта, то в 9 часов утра следующего дня вы уже спокойно можете его получить. Новенькое.